добрый день друзьям я надеюсь меня тоже хорошо видно и слышно перед тем как передать слово владимиру на умову который сегодня у нас начинает нашу вебинарную неделю вебинарную неделю полное мероприятий как всегда у нас на этой неделе пять мероприятий будет каждый каждый рабочий день я хотел бы как всегда сообщить вам что в самом начале чата я расположил для вас несколько полезных ссылок первая ссылка ведет на главную страницу нашего сайта где вы можете ознакомиться с с расписанием наших мероприятий как на текущую неделю так и на весь предстоящий год и записаться на любой вебинар любой предстоящий вебинар вторая ссылка отвечает на вопрос будет ли запись данного вебинара да она будет она появится вот на этом канале на youtube это вторая ссылка третья ссылка ведет на нашу страницу нашего сайта который называется онлайн курсы и здесь вы можете познакомиться с семью пока онлайн курсами которые мы предлагаем нашим слушателям наконец последняя четвертая ссылка ведет на страницу сертификатов на которой вы можете понять как можно приобрести сертификат за посещение вебинар наших вебинаров в том числе и сегодняшнего вебинара ну и как всегда я хотел бы спасибо владимир за дублирование как всегда я хотел бы дать анонс следующих следующих мероприятий следующих трех мероприятий завтра у нас снова выступит коллега из минска напоминаю что сегодняшний спикер то тоже у нас из беларуси завтра у нас выступит виталий цигельный с вебинаром способы работы с массовым видеоконтентом в онлайн обучении должен быть очень интересный вебинар я эту идею виталия знаю это достаточно интересная идея кто интересуется онлайн обучением я рекомендую очень пойти на этот вебинар в среду 26 будет вебинар марины орешка а нашего постоянного ведущего нашей постоянной ведущей вебинар будет называться онлайн сервисы для совместной работы с читателями напоминаю что марина ведет свои вебинары в 15 часов в москве а ну вот так получилось что раньше раньше она не может поэтому вообще обычно все вебинары директ академии начинается в 12 вот у марина всегда интересно я даже не буду особо его представлять и рекомендовать вы сами знаете потому что она уже второй год у нас ну и наконец двадцать седьмого сентября в четверг будет мой вебинар от компании директ медиа наш продуктовый вебинар который называется издательство директ медиа и преподаватели работаем вместе над электронным учебным изданием вот всем преподавателям которые интересуются вопросами авторства в электронном виде я думаю этот бинар будет не без интереса приходите будет будет интересно а ну что ж моя вводная часть вебинара закончена и я передаю слово владимиру наумову я думаю представлять один из лучших специалистов в области онлайн обучения и он сегодня проведет наш наш спасибо павел спасибо директ медиа за предоставленную возможность ну у меня уже немножечко представил уважаемый господин калиников я вещаю из минска вот и обращаю ваше внимание на эпиграф сегодняшнего вебинару до того как мы приступим уже непосредственно к его содержательной части вот в час я постараюсь уложиться уважаемые коллеги а потом у нас еще будет около получаса на ваши вопросы если таковые вдруг возникнут и так наш сегодняшний вебинар называется как управлять успешным учением возможное и реальное почему возможно и реальное да потому что возможно много а реально реализуется не слишком то и отчасти потому что возможностей уж так много чрезмерно много что мы в этих возможностях можем и потеряться идет совершенно неимоверная гонка за технологиями за сервисами и прочее прочее иногда в ущерб содержанию и смыслу самого по большому счету говоря процесса дистанционным электронным смешанным обучением я занимаюсь достаточно давно электронным по крайней мере с 86 года вот но потом когда уже появлялись онлайн обучение да смешанное обучение вот синхронные мероприятия типа виртуальных классов мне уже приходить приходилось догонять и так три вопроса основных которые мы сегодня рассмотрим да это движущие силы преподавания и учения основные модели управления учением и о том как приблизить желанную нам персонификацию обучение с помощью электронных образовательных ресурсов и очно дистанционного взаимодействия вы со мною познакомились и для того чтобы мы коллеги для этого попрошу ввести в чат букву или несколько букв которые означают в какой сфере вы трудитесь в корпоративном или ведомственном обучении в вузах в средних специальных учебных заведениях если вы управление образование введите пожалуйста букву у например да и так мы видим в основном высшее 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 ага есть педагогические образования потому что с педагогическим образованием специфика достаточно много и корпоративного обучения есть и управленцы дополнительное профессиональное образование и тому подобные вещи а хорошо вот есть у нас и студенты что тоже радует и так уважаемые коллеги этот опрос вы можете то есть у нас достаточно разнообразные представительная публика представлена как раз то о чем я буду говорить это не управление в смысле менеджмента да мы будем говорить об управлении в дидактическом смысле они в организационном управлении по большому счету говоря на что хочу сразу акцентировать внимание я не занимаюсь проблемами менеджмента поскольку не недостаточно компетентен и сейчас мы продолжим с вами знакомства уже в виде опроса уважаемые коллеги я надеюсь вам виден опрос я его запустил выберите пожалуйста вариант ответа что с вашей точки зрения является ведущим так ведущим в деятельности преподавателя какой вид деятельности преподавания является ведущим так а в чате у нас идут ответы но я подозреваю что коллеги которые работают у нас на мобильных устройствах да они им сподробнее отвечать к чате и так в чате у нас есть его ответы и 1 и 2 и 4 и 3 вот ну и многие из вас видят или результаты на экране так ну что ж коллеги ответила еще чуть больше 3 проявите проявите активность организации учебного процесса вот главное организовать проводить учебный процесс не обязательно да и так ну понятно в чате у нас бы более половины участников ответила но мне трудно уследить чате насколько репрезентативно выборка в во вселенском масштабе судить трудно а вот репрезентативности тех коллег которые представлялись мы видим что на для кого-то ведущим видом его преподавателя учителя вузовского преподавателя бизнес-тренера да в 16 процентах случаев являются организации учебного процесса всего один выбор ну и несколько выборов чате да было касается из передачи знаний формирования навыков 18 и более половины о чудо ответили 53 до 50 более 5 половины участников ответили ну и воздействие на аудитории своих примеров на потрясти харизмой это великая вещь и так мы продолжаем с нами знакомства подобного вопроса без и позволяют нам глубже друг друга узнавать я останавливаю вопрос но и уже по названию сегодняшнего вебинара коллеги понятно что мои личные симпатии по крайней мере на этом вебинаре находятся именно на стороне варианты ответа управление учением и так базовые тезисы которые положены в основу сегодняшнего вебинара подобные мысли встречаются и у других исследователей я буду опираться на позицию геннадия отанова исследователя из донецка который утверждал что существует две хоть и взаимосвязанные но самостоятельные виды деятельности одна деятельность это деятельность обучающего то есть преподавание и деятельность обучаемого и не существует никакого целенаправленного педагогического процесса более того никакого целенаправленного образовательного процесса не существует поскольку у преподавателя разные у этих деятельностей до разные субъекты разные цели разные способы разные средства и разные совершенно результаты и деятельность преподавателя согласно отанова заключается в проектировании учебной деятельности в ее организации и уже после того как она как она спроектирована и вся инфраструктура все условия подготовлены начинается самое главное управление тем как ученик учится а не передача знаний коллеги презентация выложена вы можете ее скачать в любой момент вебинара вот как и другие ссылки которые предлагает вам директ медиа и там одна ссылка есть и от меня вот и на самом вебинаре на разных слайдах разбросаны ссылки вот первая из них где можно прочитать эти мысли и так уважаемые коллеги согласны ли вы с позицией профессора отанова который был преподавателем и завкафедры и ректором ага так а в чате у нас в чате у нас пока тишина и так преподавание учение это разные деятельности и разные деятельности да задача преподавателя главное управлять обучением естественно проектировать его и организовывать это обучение а потом им управлять и задачей преподавателя не является согласно отанову передача знаний и так мнение у нас разделились да немножечко ответила к сожалению менее половины уважаемых коллег но по этим ответом 13 процентов в меньшинстве люди которые не согласны с отановым я может быть тоже с ним не согласен или согласен но фишка то в чем а как же это управлять учебной деятельностью тем более что знание не передается кто его знает кто его знает вот я подражаю кому-то и в процессе подражания учусь и вот они по воздуху через фотоны через зрительное восприятие наблюдения за чьей-то деятельностью ко мне передаются при помощи света но это я утрирую уважаемый валерий и так мы будем руководствоваться именно тезисом который озвучил отанов преподаватель согласно этому тезису а также учебный курс не важно он очный заочный синхронный асинхронный фейс-то-фейс или удаленный электронный бумажный любой другой а также макет образец который мы изучаем скелет который является предметом изучения там на уроке биологии и так далее это инструменты управления учением и между преподаванием и учением есть большая пропасть существенная пропасть и вот эту пропасть мы будем сегодня лишь углублять на для того чтобы наконец выбраться и выбраться из путаницы понятий из всякой этом гуманитарной демагогии а всесторонним разносторонним герман гармоничным герметичным метанавыковым метазнанием и прочим прочим лично сноцентрированным можно осуществить элементарную и логическую операцию развести процессы обучения и преподавания и работать с ними отдельно по большому счету говоря вот а деятельность учащегося будет состоять в том что он будет решать всякого рода задачи но слова задачи здесь употреблена в самом широком смысле и запомнить какой-то символ и создать какую-то концепцию если этот докторант у нас учится в докторантуре да безусловно что знание информации это не одно и то же знание нечто что неопровержимо фактически но вот на что на то что это не при не неопровержимо и практически не применимо у меня у меня в голове куча знаний которые являются и опровержимыми и которые я не применяю кучу полезных знаний которые я не применяю так что мы не будем сейчас подробно говорить о различиях знаний и информации и данных с точки зрения данного педагога а ясно хорошо и так существует два базовых механизма да вот этого сложного процесса обучения состоящего из двух разных но взаимосвязанных деятельностей до преподавания и учения и главным ведущим механизмом преподавания является управление учением а механизмом учения является решение задач иными словами ученик должен решать всякого рода задачи познавательные задачи преподавателя этим процессом управлять а вот все остальное как говорит наш профессор это средство обеспечение вот этих вот двух разных базовых механизмов движущих процесс обучения что же является главным врагом учения главным врагом учения является преподавание которое здесь в виде личностно ориентированного обучения зафиксировано на этой рисунке центрация на преподавании в виде трансляции сведений информации и контроля их усвоения есть главный враг управления учением взгляните как решает эту проблему в решает эту проблему в британском и американском корпоративном обучении именно корпоративном обучении кай торн да вот и из это цитата ну немножечко сокращенная вот скульптурами цитата и из его книги о смешанном обучении о том как интегрировать онлайн и традиционные методы что такое корпоративное обучение ну а уважаемые коллеги могут экстраполировать и отсеять то что не подходит для вас в вузе хотя я сильно сомневаюсь что здесь что-то не подходит и так это корпоративное суровое корпоративное обучение с точки зрения студента работника который обучается в той или иной корпорации студент получает очно или дистанционно оценку текущей вот на данный момент своей базовой подготовки и на основе этой оценки определяется оптимальный и предпочитаемый способ обучения затем результаты вот этого вот оценки этой базовой подготовки обсуждаются и вырабатываются определенные решения как у этому человеку учиться затем выбирается индивидуальная траектория обучения но это корпоративное обучение в массовом да обучение это не всегда возможно удовлетворяющее действительные потребности данного работника в обучении приобретаются необходимые знания и компетенции в удобных для обучающегося обстоятельствах изучаются курсы по выбору вот пока у в наших и сын говских странах они в основном псевдо курсы по выбору затем идет работа с коллегами с экспертами внешними или внутренними отслеживаются собственные достижения и наконец самое важное вот то самое личностно ориентированное получается получается может обучающийся индивидуальное обучение тренинг консалтинг исходя из текущих на данный момент его потребностей вот это уже близко к управлению учением как же нам с гарри поттером преодолеть вот эту вот зацикленность преподавателя и на своей персоне вот но мы сейчас по-русски говорим леонид сергеевич да мы мы эти вещи разводим но вот трудности перевода действительно вызывают и вот непродуманность перевода или недостаточная квалификация переводчика и так что же такое управление обучение здесь приведены два определения управления учением но предпочтительным мне представляется вот это вот это не только целенаправленное планомерное поведение средства обучения в смысле преподавателя да и так далее по достижению учебного результата все это хорошо но это определение мы можем еще жестче конкретизировать в духе эпохи компьютерных технологий информационно-компьютерных решений цифровизации и так далее управление учением это набор инструментов для сбора и анализа об ученике и о методах воздействия и самом воздействии на поведение этого ученика предназначенное для достижения учебных целей вот это вот определение представляется весьма инструментальным и наиболее отвечающим духу времени и минимизирующим разного рода возможные спекуляции про гуманизм и прочие прочие вещи а вот теперь мы переходим к основным моделям управления учением здесь основные модели управления учением перечислены оранжевым обозначены те модели до самообучающаяся система и самоорганизующая система неважно это организация или отдельно взятый ученик они останутся сегодня за скобками нашего вебинара и так чуть подробнее как нам обеспечить полноценное управление учением да задействовать различные его модели и так первая и самая главная модель это цикличная или замкнутая модель управления когда обучающие средства обучающая система постоянно получает информацию о успехах и успехах не успехах ученика касательно каждого учебного элемента разомкнутые когда эта информация не систематично ну например от сессии до сессии вот или там через каждые пять уроков или каждые две недели но для того чтобы эта штука дикционные курсы а лучше ведь бумажных лекций меньше времени у студента занимают бумажные лекции например а еще лучше интеллектуальную обучающую систему которая ему обратную связь на каждую по поводу успехов и не успехов в каждом элементе и вот когда наш ученик да в зависимости от своих успехов или не успехов меняет траекторию когда он получает корректирующую обратную связь мы можем говорить о диалогической а диалоговом диалогической модели управления учением далее да но всех мы учим одному у всех одна и та же дисциплина и тогда имеет место рассеянные направленные модели направленная модель учитывает нужные персональные особенности учащегося да его темперамент до долго до него доходит или он слетов все хватает его мотивы как обучение скажется на карьерных так сказать его ожиданиях и тому подобные вещи ручное автоматическое автоматизированное здесь все понятно и очень часто мы обучаем в ситуациях когда нет заведомо известного результата есть конечно какие-то аспекты там типа сколько будет 7 и 8 когда результат заведомо известен а есть такое обучение когда результат невозможно определить да это связано как правило с гуманитарных сферах с какими-то научными прогнозами и так далее в какую сторону подует ветер куда пойдет вот этот ураган до на флориду или на кубу идут уже прогностические разного рода вещи вот так вот если мы эти замечательные процессы опишем в смысле формализуем алгоритмизируем и запрограммируем вот тогда то и решится проблема цифровизации учебного процесса я имею ввиду именно обучения учения да взаимодействия ученика с предметной областью с помощью преподавателя вот и не нужно будет кучи лишних слов вот бери вот это вот и вот это вот описывай применительно конкретной предметной области алгоритмизируй и программируй и наступит счастье интеллектуальных обучающих систем и так чем обучение замкнутие чем она дотошнее работает с учеником касательно каждой учебной единицы тем она личностно ориентирование тем она гуманее то есть состояние ученика постоянно мониторится все отклонения немедленно корректируются и обратная связь является постоянной что он мы имеем дело в разомкнутом обучении а это такая ситуация учения когда информация об успехах и не успехах по вы получается периодически спорадически через какие-то промежутки времени касается не всех учеников не всех единиц знаний и так далее то есть фактическое реальное состояние объекта управления в этом смысле ученик объект преподавания и это нормально не нужно этому бояться вот совершенно верно останутся занятия практические не да не обязательно с преподавателем но индивидуальные и пусть это перейдет в онлайн так и должно в идеале быть но не но не целиком перейдет в онлайн обратная связь является отложенной как правило результирующей либо прерывистой вот и понятно что результат на когда речь идет о разомкнутом обучении учеников накапливаются пробелы отставания отклонения мы вынуждены работать на среднестатистического ученика да контроль обучения является статистическим ну и имеет место дефицит поддержки индивидуализации сколько бы мы не били себя в грудь по поводу любви к ученику личности и так далее а давайте-ка мы замкнем зациклим модель управления и пробелов не станет отставания будут вовремя подгоняться и догоняться все возможные отклонения возмущения и прочее прочее фиксироваться и приводиться к общему знаменателю мы уже не контролируем результаты здесь в замкнутой модели мы контролируем качество учебного процесса его результатов ну и конечно же и речь идет о персонализации а вы с них спрашиваете по-настоящему и не рисуете отметок и вот смотрите некий курс скриншот из некого очень обучающего продукта который целиком и полностью замкнул обучение сделал ученик 42 орфографических и сколько там 36 пунктационных а его его замкнул ну его замкнула и вот по поводу каждой этой штуки мы можем дать немедленную обратную связь и выработать для этого не родивца индивидуальную программу обучения оказать ему нужную педагогическую поддержку или психологическую вот беда в том что ресурсы наши преподавательские до такой степени ограничены да ну у меня 100 учеников под его поступили ко мне 100 первокурсников на филологической факультет далее в диктант и ужаснулся сколько лет я буду проверять 100 таких диктантов а на экране он не весь вот да давайте мы автоматизируем дело в том что наши человеческие ресурсы наши операционные возможности нашего мозга ограничены и поэтому давайте-ка мы поручим машине чтобы она нам помогла она это сделает лучше и быстрее она не устанет вот и так мы имеем ввиду и замкнутое и автоматическое в одном стакане обучение бывает направленным или россиянным направленное или персонифицированное не путайте с индивидуализированным обучением это обучение учитывающие познавательные психические личностные особенности человека вплоть до его ценности идеалов религиозных принадлежностей и тому подобных предпочтений на то есть учитывая эту мотивацию текущий уровень знаний и готовности умения самостоятельно работать темп мыслительных процессов и так далее в рассеянном управлении обучения все эти вещи по объективным или субъективным причинам целиком не отрабатываются мы либо ну как можно познать душу другого человека если у меня этих человек на потоке 30 или в классе 25 я же себя на сто процентов не знаю и не понимаю и вынужден пренебрегать их индивидуальной мотивацией и темпом их работы и так далее потому что мне нужно программу выполнять гнать учебную и так далее так вот рассеянное и направленное обучение отличаются также да то есть замкнутое обучение и направленное обучение куда более гуманно и куда более персонифицировано нежели другие вещи можем мы этими вещами управлять можем пусть не сразу и так как можно вести направленное обучение скриншот некого курса некому студенту в данном случае это реально действующий менеджер дано задание оцени степень реализации условий которые позволяют удовлетворять базовые потребности в твоем подразделении насколько удовлетворены базовые потребности твоих подчиненных твоих работников и наш менеджер говорит ага вот свобода самовыражения у меня вот так реализована да а свобода выбора вида деятельности у меня вот так реализована к примеру замечательно вот да его субъективное его личное мнение вот нет я сейчас в БГУ не работаю в Москве бываю но когда зовут тогда и бываю это непредсказуемо когда я в них бываю а потом ему дается та же самая матрица та же самая таблица и спрашивается а каким оно должно быть в твоем подразделении для того чтобы оно заработало лучше и наш преподаватель говорит свобода самовыражения у меня должна повыситься да свобода выбора вида деятельности тоже должна повыситься и достичь вот такого уровня а вот свобода высказываний давайте-ка мы ее снизим а компьютер проинтерпретирует его результаты уже автоматически и откорректирует возможные ошибки отклонения и даст рекомендации как этому начальнику управлять этим коллективом ну подобное подобного рода вещи коллеги это не сказки это реальный продукт который сделан лет десять назад далее после того как наш ученик выбрал да все эти показатели прочитал рекомендации и так далее он движется дальше да и ему предлагается поработать ага вот смотрите вот этот вот работник сказал что реально у них вот такая свобода высказывания а желательно как такая она может быть выше или ниже если она будет ниже вот здесь появятся другие варианты ответа какие возможные меры для повышения вот этого вот качества менеджмента этой характеристики ты выберешь наш работник выбирает вот это из какого-то списка если списке его что-то не устраивает то он может ввести свой неопределенный результат и вот здесь уже нужен тьютор или коуч и так далее и так он проходится по всем базовым потребностям да полуавтоматизированное с неопределенным результатом в диалоге с компьютером не с преподавателем а с компьютером но это еще не все погонишься за всеми зайцами ни одного и не поймаешь вот он выбрал наш работник наш учащий он же учащийся выбрал да на уровне свободы высказывания своего мнения я буду устраивать коллективное обсуждение а на уровне свободы самовыражения я буду поддерживать да те проявления творческого самовыражения которые сведут минимуму связанные риски ага понятно он начальник он минимизирует риски но система у него спрашивает что ты будешь реализовать в первую очередь во вторую в пятую в десятую или седьмую потому что здесь семь вариантов но варианты обрезаются и мы говорим хватит тебе трех на этот на этот календарный год работой дорогой менеджер только с тремя самыми важными еще один вариант симуляторы реальности в которых могут быть задействованы все возможные модели управления ну теоретически да здесь и автоматизация здесь и индивидуализация здесь и персонализация но мы можем включить таймер если тут нужно быстро реагировать да человеку который занят капитальным ремонтом нефтяных или газовых скважин и так далее в условиях неопределенности итак наш ученик выбрал три приоритетных задачи вот приоритетные меры по выполнению решения этих задач да в свободе выбора он будет осуществлять контроль того-то и того-то а какие методы и способы ты будешь использовать и наш уважаемый ученик вот сюда вот в эти колонки уже ручками вводит для того чтобы повысить там свободу выбора стиля деятельности я буду использовать метод grow а для того чтобы поработать со свободой самоутверждения да поддерживать всякого рода творческие инициативы я буду предоставлять ученику возможность в группах качества работать сработает это бог его знает но наш менеджер ставит себе контрольные даты и по того когда наступает эта контрольная дата вот уже красным цветом она обозначена он сам оценивает а потом его подчиненные или начальники или коучи тренеры оценивают удалось ли уважаемые коллеги то что я вам рассказываю это не совсем не совсем художественная самодеятельность да сегодняшний вебинар во многом опирается на позицию профессора без палька да у него подход несколько иной да но вы видите что модели управления в общем то и целом совпадают разомкнутая цикличная рассеянная направленная ручная автоматическая и так далее и в зависимости от их комбинации мы имеем ввиду репетиторство или работу в малых группах и прочих прочих вот ну опять таки первоисточник здесь указан по большому счету говоря еще примеры можем ли мы организовать внутренний диалог ученика в процессе работы с компьютером пожалуйста да ну на самом деле перед вами скриншот некого тренинга да это тренинг это не курс даже да где там по условию в такой игровой форме он во многом сделан где спрашивается ага у тебя есть проблема ну-ка зафиксируй проблему какая проблема тебя беспокоит проблема связана с оптимизацией с улучшением чего-то там в компании это может быть продукт процесс коммуникации менеджмент бесчеловеческие отношения все что угодно обучающийся решает это сам да какая у него проблема и вводит в этом на предыдущих экранах соответствующее пауле да ну например да внедрение у нас плохо внедряются инновации буквально курс только что закончился онлайн курс где вот у одной слушаний была такая проблема и мы спрашиваем у тебя в голове есть готовая информация для решения этой проблемы и наш пользователь говорит да я начитался книжек я много знаю тебе нужна дополнительная информация не знаю я еще к делу не приступил да начну работать пойму чего мне не хватает у кого-то или где-то ты можешь получить полезную информацию к сожалению все такие гады что никто со мной не делится ты будешь преобразовывать имеющуюся информацию для решения данной проблемы ну конечно я должен адаптировать его к своему бизнесу к своей компании которой я владею есть второстепенная информация от которой тебе разумно избавиться да есть и так далее но дело в том что за этими кнопками стоит алгоритм за этими кнопками зашит обработчик и система способна выдать обратную связь вот в этой компании да слушательность которой я говорю на сегодняшний день 800 тысяч работников 800 не знаю сколько там сотен или десятков тысяч менеджеров но каждому нужно внедрять инновации где набрать столько тренеров господа давайте автоматизироваться вот она система которая позволяет очень и очень многое но этого мало после того как он отработал с кнопками в зависимости от того какие кнопки он там понажимал ему вываливается шаблон для заполнения пустых мест я располагаю следующей информацией для решения проблемы мне нужно получить информацию о том то о том то коллеги не знаю кому обратиться помогите подскажите какую литературу почитать отправьте меня в творческий отпуск инвестируйте в меня 100 рублей и так далее и так далее все это можно написать здесь и все это можно обрабатывать и отрабатывать и мы запускаем внутренний диалог ученика при работе его с контентом понятно что все это запрограммировано но что то подобное вы можете запрограммировать и в спринге и в курс лабе просто ручками обработать если нет возможности и не хватает ресурсов средств и так далее это реализуемо с вариациями достаточно широко и мы обеспечиваем управление учением на уровне внутреннего диалога а не нафантазировал ли он там чего лишнего а здоров ли он если это психологический тренинг например да или психиатрический тренинг и тому подобные вещи вот так вот уважаемые коллеги пока мы не запустим на стороне ученика диалога я я я да вот наталкивается на дефицит на недостаток на несовершенство имеющихся у меня знаний не будет никакого обучения будет дрессу ура по большому счету говоря ах скажите вы мне это так дорого это невозможно это сейчас нереально согласен не все сейчас практически возможно не хватает времени квалификации денег разрешения начальства и так далее и тому подобное но давайте пошагово по маленьким кусочкам приближаться к тому чтобы запустить хотя бы те модели управления учением о которых я вам рассказывал да вот и часть из которых назвал и для того чтобы полноценный это импирические данные для того чтобы полноценный процесс управления учением запустился вам достаточно управлять им всего-навсего примерно на две трети 66 процентов учебного процесса даже желательно замкнуть направить автоматизировать а остальное на творчество на креатив и на прочее так вот 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 эту тему вот этот параграф вот этот слайд давайте мы сделаем замкнутым а вот этот давайте сделаем рассеянным вот это давайте сделаем направленным не хватайтесь за все сразу беда наших образованцев в том что они за все сразу хватаются в результате зайцы разбежались вот в руках остался лишь продукт их жизнедеятельности пошагово это реально но я сейчас вам говорил да рулежки об управлении со стороны так сказать преподавания а как же учением непосредственно руководить для этого есть тысячи решений платформа для самовыражения нужно а вот это вот не платформа для самовыражения а вот это вот не платформа для самовыражения решение то принимает кто решение принимает ученик понятно что масштабность размерность самовыражения да мощь и ценность новации может быть разной но что такое самовыражение ученика Самовыражение ученика, оно не имеет социальной мощной ценности. Вот взял там какой-нибудь Эйнштейн и выразился, и все человечество обогатилось. А от того, что я самовыразился по поводу Эйнштейна, это мелочь. Вот чем учебное творчество отличается от реального, жизненного творчества. То, что учебное творчество не имеет социально полезных результатов. А вот этот вот курс, который я вам цитировал, это реально работающий курс компании, который призвал совершенствовать жизнь в этой компании. Реально. Но идемте дальше. Хватит рулить, давайте же наконец к ученику перейдем, а то я вам все про замкнутое, про автоматизацию и так далее. Давайте с ней зайдем до управления учеником. Управлять учеником нужно также по определенной модели. И вот здесь вам предлагается, хорошо знакомая, многим из вас, я надеюсь, всем, таксономия Блума. Ой, со стереотипами очень просто. Разрушать стереотипы, но это не тема сегодняшнего вебинара. У нас есть курсы, посвященные работе со стереотипами. И вебинары есть по этому поводу, и записи, их будут выкладываться постепенно, и где-то уже выложены. Работа со стереотипами. Коллеги, кто не знает, что такое таксономия Блума, введите, пожалуйста, минус. Ой, ссылку на сайт мне сейчас, коллеги, не очень удобно давать. Погуглите «Школа педагогического дизайна НЕО». Погуглите «Школа педагогического дизайна новое электронное обучение», и будут вам ссылки. Так вот, таксономия Блума – это иерархия умственных действий, которые должен совершать ученик. Для того, чтобы что-то понимать, он сначала должен что-то зазубрить. Для того, чтобы понимать английскую лексику по теме почта, телеграф, телефон, я должен зазубрить лексику. Зазубрив и научившись понимать, я начинаю эту лексику применять. Отвечать на вопросы, ставить вопросы, беседовать с носителем языка и так далее. Следующая интеллектуальная операция – это анализ. Умение разбивать материал на составляющие. Следующая – синтез. Ну, например, сочинение написать на тему почта на английском языке или на родном языке. Ну и, наконец, оценить что-либо. Хорошо работает эта почта, плохо работает эта почта. Обхамили меня, не обхамили. Быстро идут отправления или не быстро. Так вот, согласно Блуму, ученик, и не только ученик, а любой человек, мыслит поэтапно. Сначала он запоминает информацию, потом он ее понимает, затем он ее начинает применять, анализировать, синтезировать и оценивать. Но, уважаемые коллеги, что можем мы? Мы можем нашему ученику дать информацию или знания. Но я не могу влезть в голову ученика и вместо этого ученика понимать. Я не могу вместо этого ученика применять формулы, теоремы и так далее и тому подобное. Он сам это должен сделать. Поэтому, наше дело маленькое, наше дело организовать трансляцию знаний, книги подготовить, видеолекцию записать и так далее. А дальше мы можем самую малость при малость управлять тем, как ученик понимает, применяет, анализирует, пишет сочинение и дает оценки, правильно или неправильно. Вот, 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 конечно, гуманистическое, личностно ориентированное. Да управляйте как следует, потому что, когда вы отчитали, иначе стихийно все идет. Ученик стихийно анализирует, стихийно понимает. Вот главная наша задача – управлять тем, что делает ученик вот здесь. Итак, наше, все, что мы можем, мы можем обеспечить доставку информации нашим ученикам. Устные речи на бумажных или электронных носителях. Ну, единственным каналом для превращения вот этих сведений, того, что на уровне таксономии Блума называлось раньше, ну, в классической вот таксономии, знанием, да, как говорит профессор Беспалько. Единственный канал – это собственная ученическая деятельность. Вот где битва совершается, вот чем мы должны заниматься. Таксономия Блума – это один из возможных подходов, существуют и другие. Как же нам управлять учебным процессом в реале? Я вам приведу несколько схем, уважаемые коллеги, и они приблизительные. Приблизительные они по нескольким причинам. Потому что на экране все не помещается, да? Во-вторых, другой тип личности. Вот поэтому не давайте им ничего понимать, прежде чем они зазубрят. Дисциплина, элементарная дисциплина нужна. Трансляция знаний. Да, я вот сейчас сижу и транслирую знания. Не факт. А вот управление этими знаниями, которые я вам транслирую, идет абсолютно хаотично, стихийно. Я его не контролирую, я им не управляю. Поэтому, да, я плохой преподаватель сегодня Игорь Беляев. Что там у вас в головах в ответ на мои слова творится? Бог знает. Вне моего контроля. Я отвратительный преподаватель, ведущий вебинара. Но вернемся к нашему слайду. Продолжу быть отвратительным. У вас есть тематическая модель предметной области. Тема первая, вторая, третья, десятая. Составьте табличку. Вот первую тему я организую управление замкнутое. По второй теме я организую разомкнутое, потому что она легкая и простая. И ученики сами поймут. Ну, дальше колонки вы можете добавлять. У меня места не хватило. Что-то вы будете автоматизировать. Что-то отдавать на учебную группу, в диалоговое общение. Что-то вы будете делать очно. Что-то заочно. Что-то синхронно. Что-то асинхронно. Идем к следующей модели. Да, содержательной. Мы излагаем факты, свойства этих фактов, понятия, определения и так далее. Ага. Факты я буду излагать замкнуто. Понятия я буду излагать замкнуто. А вот признаки чего-то там я буду предлагать разомкнуто. Да. Функции. Да. Ну, функция, я не знаю. Функция компьютера. Да. Я буду излагать рассеянно. Классификацию я буду преподавать направленно. Но, ну, я сейчас совершенно условно ставлю. Да, отключайтесь, Злата. Естественно. Вот, вот, вот. А что они будут понимать, если они не знают? Это вот как мы понимаем цифровизацию. Мы все про цифровизацию сейчас понимаем. Да, вот. Не зная даже, о чем речь. По большому счету говоря. Не определив, что это такое. Да, результаты обучения бывают у нас метапредметными, личными, монопредметными и так далее. Но сам результат обучения не определен, и пошла демагогия, бла-бла и фантазии. Понимать нечего. Нет базового, нет видового понятия, зато куча родовых. Ну, какая тут логика будет в этом стандарте? Ну, формализм это не ко мне. Я вам про дидактику рассказываю, а не про управление Евгения Юрьевна, к сожалению. Как же управлять в реале? Когнитивные процессы и результаты. Ага. Вот на уровне помнить, здесь уже пересмотренная таксономия Блума. Да, там где было знать, у меня теперь стоит глагол помнить. Да, ну и поменялись местами, там где было синтез, здесь стоит создавать и так далее. Мы можем, воспользовавшись моделью Блума, ну, естественно, если мы ее инструментально изучили, инструментально ее и владеем, смотреть, да, как мы будем обеспечивать процессы запоминания, замкнуто или разомкнуто, автоматически или не автоматически. Конечно, лучше всего это железяки компьютеру отдать, самому время на это не терять. Да, понимает ли ученик наш материал? Мы это можем сделать замкнуто в главе 1, а в главе 2 мы можем это сделать разомкнуто. В главе 4 мы можем сами это проконтролировать, в главе 5 мы можем это компьютеру припоручить. И так далее. И вот игра, это мы в первой главе делаем, да, а во второй главе мы, да, с параграфом 1, да, параграф 1 у нас посвящен процессам запоминания, параграф 2 у нас посвящен процессам понимания, да, параграф 3 у нас посвящен процессам применения. Понятно, что я употребляю слово «параграф» весьма условно в пятом параграфе, в четвертом параграфе мы будем их учить анализировать, а в пятом там оценивать, а в шестом писать сочинения. Просто возьмите рабочую программу курса и по ней распишите, где какие вещи уже сейчас реально можно, какими вещами мы готовы сейчас здесь и сейчас управлять, да, где замкнут, а где разомкнут, а где автоматически, где нет, где мы будем управлять пониманием, а где мы будем управлять применением, потому что, ну, тут нужно, получается, трехмерная и более мерная матрица, мне здесь трудно изобразить на плоском экране пауэрпойнтовской презентации эти вещи. И резюме, да, сегодняшнего вебинара. Берите курс и ищите те точки, те звенья, где вы можете реализовывать. Это может быть отдельный элемент, это может быть отдельный слайд, это может быть полслайда. И стремитесь к этому магическому числу 66, по большому счету говоря. Ну, а если вы хотите научиться управлять учением на основе таксономии Блума, уважаемые коллеги, то вы можете заглянуть к нам на курс, который мы скоро запускаем, и в котором мы будем рассказывать о том, как организовать целостный учебный процесс, опираясь на систему заданий, составленных в соответствии с таксономией Блума. Вот я ссылку в чат отправил, но и ссылка есть в ресурсах. Итак, уважаемые коллеги, я благодарю вас за участие, за работу, за достаточно высокую активность в чате. Надеюсь, я вас не слишком утомил. Сейчас я на минутку передам слово... Да, нет. Это заучивание. Не насчет зубрежки, не насчет палочной дисциплины, Людмила Александровна. Нет. Более того, да, ведь когда мы что-то применяем, мы еще глубже запоминаем. Понимаете? Здесь еще обратные процессы на самом деле идут. Это я, так сказать, в полемическом задуре сказал. Нет. И так, уважаемые коллеги, презентация выложена, ссылка на этот курс, вы тоже можете скачать ее в ресурсах, если он вас заинтересовал. Сейчас действуют скидки. А я готов ответить на ваши вопросы. Вот. Но сейчас Павел скажет несколько слов, и я останусь с вами в течение получаса, буду готов ответить на вопросы. Пожалуйста, Павел. Да, коллеги. У нас сегодня такое. Я с вами сейчас попрощаюсь и поблагодарю Владимира. Владимир обещал еще остаться в чате и в вебинаре. И если есть необходимость, у тех, кто хочет глубоко, глубже порасспрашивать Владимира по теме сегодняшнего вебинара, ради бога, это можно сделать. А я с вами прощаюсь. Я благодарю Владимира за замечательный, как всегда, вебинар, который он провел. Благодарю тех, кто сегодня пришел и активно участвовал в вебинаре. И напоминаю, у вас есть еще время для того, чтобы задать Владимиру вопросы. в чате, либо по его мейлу, либо в сетях присутствует Владимир, везде. Пожалуйста, задавайте ему вопросы. И очень рекомендую его курс, как один из курсов, который можно считать образцовым, что ли. Ну что ж, коллеги, я не буду вам мешать, ухожу, прощаюсь, а вы... Спасибо, Павел. Спасибо коллеге, которые выказали благодарность. Не меньшее, а может быть и большее спасибо коллегам, высказавшим критические замечания. Я расширяю... Я расширяю площадь чата. Кто торопится, конечно же, мы не вправе задерживать, а кто желает еще пообщаться, обычно у нас всегда так. На наших вебинарах мы оставляем вот этих вот открытых, бесплатных, оставляем полчаса для более живого общения. И вы можете воспользоваться. А кто не имеет возможности или интереса продолжить общение, просто отключитесь, пожалуйста, чтобы мы видели, кто у нас остался. Вот. На самом деле...